Иакова 3 глава Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большому осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как несильными ветрами носятся, и большим рулем направляются, куда хочет в корче. Так и язык небольшой член, но многое делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык огонь прекрасно неправды, язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гигиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся моски животных, укращается и укращено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнил смертоносного яда. И им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человека, сотворенных по подобию Божьему. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Течет близ одного отверстия источника сладкая и горькая вода. Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза с мокрой. Также и один источник не может взливать соленую и сладкую воду. Мудрость, ходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Площа правды в мире сельца у тех, которые хранят мир. Аминь. Молодцы, Пятерик.